всем привет ребят в этом видео будем сравнивать два монитора fpv монитора для полетов ну или не только для полетов использовать можно найти много применений итак это у нас n-chain lcd 5802 s и boss cam lcd 5802 s я так понимаю здесь служит приставкой только для только тем что он немного улучшен модернизирован можно так выразиться итак давайте сразу перейдем комплектации комплектация у боскама это штатный козырек из тряпки которые часто очень гнется при переноске и очень тяжело выровнять его две штатные антенны 5,8 герц два кабеля тюльпаны для подключения к различным устройствам и также кабель питания универсальный кабель так как питание можете купить отдельно питание блок питания не идет в комплекте к этому монитору а ищите уже свои способы зарядки данного монитора это большой минус итак переходим к комплектации n-chain n-chain уже встроенная пластмассовая шторка очень большой плюс отнесу она не гнется не мнется легко закрывается и также служит защитой для самого дисплея данного монитора дальше у нас идет также 5,8 герц две штатные антенны но они бесполезные обычно их все меняют замшевый чехол или сумка для переноски а те же два кабеля тюльпана и также идет кабель для питания да с также универсальным выходом искать зарядку можно любую но самый большой плюс что здесь уже идет свой блок питания на 12 вольт 2 ампера со штекером китайским но также идет переходник в принципе если хорошо поискать то в любом городе продаются такие шнуры с такими вот универсальными разъемами круглыми под наши вилки поэтому это не проблема но большой плюс сравнили да комплект n-chain полностью укомплектован bus cam почти не укомплектован хотя при этом цены у них почти в два раза отличаются bus cam я покупал в том году за 164 доллара энчаян обошелся мне в 99 долларов хотя по скидке иногда можно купить его даже за 89 долларов под полностью таким же комплектом как он сейчас сейчас здесь присутствуют делайте выводы при этом по характеристикам я думаю все вы поняли так как мониторы они абсолютно внешне одинаковые только немного дизайн отличается но характеристики у них абсолютно одинаковы единственное что отличается малейшими отличиями по внешнему виду у энчайна сделали такое покрытие типа soft touch но минус того что она очень пачкается марка такое даже видно следы остаются жирноватая но очень приятный на ощупь у bus cam это простой глянец пластик черная без покрытия просто черная и с маленькой такой стандартная шторка но принципе она бесполезна даже в простой не солнечный день потому что все время бликует хотя дисплеи здесь матовые перейдем к характеристикам данных мониторов так как они абсолютно обоих одинаковые расскажу просто общее дисплей на 7 дюймовый с матовым экраном с тфт матрицы с разрешением 800 на 480 или подсветкой в принципе то что матовый это хорошо разрешение да немного маловато но в принципе для fp монитора это просто самый большой предел так как hd картинку ни одна fp камера вам не передаст без хорошего передатчика а передатчики хорошие которые способны передать hd картинку они стоят чуть ли не за 1000 долларов да ребят это тот же самый пример взять компанию джай они первые начали выпускать передачки которые способны передать видеолинк в hd качестве поэтому 800 на 480 это предел для всех fp мониторов и также очков кто любит ну всегда носить очки в принципе я люблю конечно мониторы больше чем очки и так дальше у нас встроенный аккумулятор на 2000 миллиампер 74 вольта монитор питается от блока от 7 до 16 вольт поэтому минимальное его значение 7 вольт поэтому стоит аккумулятор на 74 вольта потребление его 650 миллиампер час да ребят это как бы не очень мало но и в принципе не очень много что у одного что у второго минимальный 650 максимально 850 миллиампер час в принципе достаточно для грубо говоря 4 5 полетов без дозарядки самого монитора в принципе я считаю это самые лучшие мониторы fp мониторы которые есть на данный момент так как очень много продается без приемников и без встроенного аккумулятора здесь единственное правильное решение где все в одном корпусе вот так приемнички у нас два приемничка на 5 8 герц 32 канальная до 2,4 герца монитор не поддерживает поэтому если у вас есть например передатчик на 2,4 герца или 1,2 герца монитор картинку от этого передатчика не сможет принять это ну я не отнесу это к минусу так как самому самая распространенная частота для fp для видеолинка это 5 и 8 герц самая грязная но самая качественная по картинке что еще добавить по этим мониторам в принципе что-то я еще хотел сказать но принципе больше нечего сказать давайте единственно еще минусы покажу в том году очень когда анонсировали этот монитор и начали продавать его у него было очень много косяков косяк относился к тому что его приемник очень часто давал сбои с рядом расположенной частотой 2,4 герца простой пример давайте я вам покажу сейчас мы подключим здесь у нас fpv камера где она у нас здесь сейчас минуту ребята подключу поставим ее чтоб картинку было видно приблизительно так найти картинку в принципе очень легко находит также имеет функцию автопоиска на одну или на вторую антенну также при плохой при плохом сигнале если у вас идет видеолинк на b антене а также можете автоматом переключиться на антенну и там найти хороший хороший сигнал в принципе мы нашли сигнал да мы например куда-нибудь далеко летим и у нас пульт от dji 2,4 герца включаем его и смотрите что у нас получается когда антенна рядом с этим монитором я думаю всем прекрасно видно да вот такие вот помехи создает что это за фишка это я как-то изучал эту тему она легко устраняется точнее не то что легко просто разбирается монитор вырезается кусок пищевой фольги и подлаживается вот сюда под крышку и этот эффект просто-напросто пропадает да ребят вот такая вот у нас проблема эту проблему энчайн убрала компенсировала я не знаю как они это сделали вот тоже включили и смотрим у нас нету никаких помех где бы вы здесь не крутили бы поэтому летать ставить сюда монитор накрепления или сюда накрепление у вас будет картинка идеально вот так ребят поэтому это два больших косяка даже для убедительности я вам переключу на другой канал потому что вдруг не поверите вот 30 36 до настраиваем нажимаем поиск автопоиск сейчас монитор сразу найдет здесь также найдем автопоиск так картинку нашло так что ты стояла лучше и пожалуйста два монитора видите да боскам очень большой косяк до убрать от антенны подальше косяк пропадает как только поближе все грубо говоря помехи все это зависит от приемника который внутри здесь не знаю в чем эта проблема я думаю спецы которые вот в радио в радиоволнах они больше больше могу сказать чем я но факт в том что энчаян исправила этот косяк его нету ни при каких обстоятельствах при том мониторы стоят блин в два раза две разные цены энчайн стоит два раза дешевле чем боскам поэтому ребята если вы и захотели купить монитор то конечно энчайн да это уем продукция но бангудовцы умеют слушать своих потребителей они дорабатывают то что и что просят просто напросто клиенты которые покупают ихнюю продукцию вот так ребят делайте выводы что еще добавить по этим монитором ну в принципе картинка здесь идеально здесь просто ничего не скажешь для разрешения 800 на 480 картинка абсолютно одинаково минус того что нету русского меню но русское меню здесь не нужно так как меню есть простое здесь просто яркость контраст цвета громкость и включить выключить монитор и поменять язык два языка китайский английский все а контраст я думаю вы так поймете bird контраст color да и так понятно картинка отчетливая хорошая по цветам они абсолютно два одинаковых так как матрица одинаково все здесь одинаково вот так ребят делайте выводы в принципе все больше сказать мне здесь нечего по этим мониторам очень понравился монитор от нечаян единственный минус все что я нашел это маркая крышка матовое это покрытие вот корпуса да она приятная да я соглашусь приятная но очень марка но также аккумулятор здесь вот еще странных факт да еще интересный факт энчайн даже абсолютную мелочь заметила если здесь видно аккумулятор в синий он видно его видно через решетку энчайн тем не менее они просто-напросто заделали отверстие чтобы не было видно что есть стоит аккумулятор только отверстие под динамик с правой стороны также как и обыскам вот да видите какие мелочи даже замечают крепление кстати удобно и также можно вешать на стену в принципе и если у вас впеве камеры знаете людей много бывает всякие применения фантазии у людей по-разному работает поэтому кто-то использует как видеосигнал или видеозвонок корпус придумывают впеве камеры другие камеры также на 5 и 8 герц зачем везти какие-то шнуры или там по wi-fi раздавать если у вас есть просто на радиочастоте камера которая служит вам как видеозвонок или в машине в виде этой задней камеры для парковки ну для парктроника поэтому здесь применений просто километр все это многофункционально все подключается все это можно реализовать главное чтобы была голова на плечах или толковые люди которые делятся все информации на различных тематических формах вот так что еще забыл добавить ребят да в принципе ничего я полностью за энчайн в принципе монитор боскам как бы если сделают цену дешевле чем энчайн его еще можно взять да можно если будет долларов 60 стоит тогда я еще подумаю ну а так полностью предпочтение отдаю энчай поэтому ребята все ссылки будут под видео на энчай не покупал на вангуде также поищу ссылку на алиэкспрессе по моему я их видел продавали на боскам есть в старом видео в том году я делал распаковку по моему и обзор поэтому ссылку также добавлю под видео если кого заинтересует но я думаю что все вы сделали уже вывод из этого видео что энчайн в этом видео победил два абсолютных монитора но энчайн победил вот так и исправил все косяки все ребят если видос вам понравился не забудьте поставить мне лайк кому не понравился дизлайк подписываться в нашу группу тематическую сейчас будут новости новости все интереснее интересней и не забываем подписываться на канал и всем до скорых встреч всем пока